Девушки отдыхают 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 назад. Бикини я узнала в принципе в то же время, когда сюда попала, но не было подходящих людей, которые могли мне подготовить. Спустя два года я встретила своего тренера Романа Сергеева, я познакомилась с Евгением и Алексеем Шаевым, и вместе мы достигаем какого-то результата. Для меня нет сложности. Я только совершенствую себя, свое тело, свой характер, силу духа. Черпаю постоянно из того, что я делаю, только положительные эмоции. Мне несложно соблюдать диету, я обожаю тренироваться. Ну, скажем так, возможно, хочется разнообразить тренировки. У меня большие планы, может быть, кроссфитом заняться, может быть, функционально себя развивать. Любая девушка, причастная к этому новомодному направлению фитнеса, отметит, насколько важным является питание. В этом виде спорта недостаточно просто сесть на диету для похудения и сбросить пару, а может и десятку, лишних килограмм нет. Здесь очень важно день за днем трудиться и по итогу создать спортивное тело с красивой осанкой и пропорциональными формами, прежде всего благодаря своему упорству и трудолюбию. Питание – это залог успеха, это 70% успеха, поэтому, да, это сложно, но это нужно. Трудно для девушки отказаться от вкусенького, от сладенького и всего остального, но если есть мотивация, то результат на лицо, точнее, на тело. Когда примерно начинается подготовка к соревнованиям? За сколько? За месяц, за два, за три? Я имею в виду три минуты. Питание? Ну, режим как таковой должен быть всегда. Есть строгий режим сушки, который приводит к основному результату. Он должен начинаться где-то за восемь недель. И что это такое? Что такое сушка? Сушка – это избавление организма от лишнего жира, выгонка подкожного жира, чтобы был виден рельеф, работа на рельеф. Мисс фитнес-бикини может стать практически любая девушка, которая обладает хорошей самодисциплиной, целеустремленностью и волей к победе, прежде всего над собой. Конечно, физическая форма имеет важное значение – пропорциональное симметричное тело, подтянутые мышцы, отсутствие жира в организме, что достигается с помощью так называемой сушки. Но стоит отметить, что самым важным в соревнованиях бикинисток является подача. Вот почему часы они проводят не только в тренажерном зале, но и в зеркальном, где позируют под чутким руководством тренера по позированию. Ну, позирование – это вообще, в принципе, как целая тренировка для девушки, потому что должна девушка показать максимум, что она мышечная, что она занимается в зале, но при этом она должна улыбаться, и никто не должен знать, что она на сушке, что это ее нормальное такое состояние, что она ходит, жизнерадостная, вышла на сцену, что соревнования для нее – это прям праздник. В первую очередь – это подача, конечно же. Даже, конечно, форма – это важно, естественно, если совсем полненькая девушка выйдет, там, никаких… Какая бы харизма у нее ни была, там, ну, как бы шансов уже нет. Вот. Естественно, первая – это форма. Вот. Наверное, первая – подача, а потом уже форма. То есть подача должна быть… Ну, я уже говорила, что улыбаться, постоянно работа на суде, то есть не на зал, а именно работа на суде. Вот именно этому я как раз учу девушек. Как вы видите, накаченные до кубиков пресс или ягодицы – не самые ключевые моменты в номинации «Фитнес-бикини». Важно быть настоящей королевой, ведь только когда вы поверите в себя, тогда и люди вокруг поверят в то, что вы лучшая из лучших и по праву должны носить титул «Мисс Фитнес-бикини». Весна. Время для очистки организма от накопившихся вредных веществ. Американские ученые считают, что поможет в этом шоколад. Они выяснили, что это лакомство содержит микроэлементы, которые помогают выводить из тела шлаки и токсины. Причем, чтобы добиться очищающего эффекта, достаточно съедать всего пару небольших кусочков шоколада в день. Впрочем, существует немало и других, пусть и не таких вкусных, но зато очень эффективных рецептов борьбы с токсинами. Главное – питание. Никакой соли и сахара. Для вкуса можно добавить морскую капусту. На четвертый день делается так называемый дюбаж. Вместо еды человек выпивает 200 мл оливкового масла и свежий лимонный сок. Считается, что после этого организм должен очиститься сам. Но по этому поводу мнение врачей расходится. Это огромный удар, в первую очередь, по поджелудочной железе, по желчному пузырю. Лимонный сок очень сильно раздражающее действие оказывает. И, конечно же, есть огромная категория людей, которым просто противопоказаны подобные чистки. До хорошего это не доведет. Скорее всего, это закончится в день определения у хирургии. Поэтому, прежде чем приступать к таким чисткам, нужно хорошенько все взвесить, подумать. И, наверное, руководствоваться главным принципом. Во-первых, не навредим. Во-вторых, все есть яд и все есть лекарства. И только дозу делает одно другим. Поэтому, если это чайная ложечка оливкового масла, лимонного сока в тарелке с салатом, то это прекрасно, это за, это чудесно. Если это стаканы и литры, то, конечно же, я категорически против, никому не советую. И вообще, мое отношение к чисткам таково. Есть тоже такая хорошая фраза. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где имминутся. И нужно загрязнять себя каждый день, и тогда вам не придется себя чистить. И все-таки самый лучший и безболезненный способ очищения – обычная баня. У кого-то проблемы с лишним весом, у кого-то с кожей, у кого-то обычная усталость. Пар лечит все, даже депрессию. Помогают выводить из организма вредные вещества и некоторые продукты. Особенно полезны в этом отношении сырые яблоки и капуста. Достаточно раз в месяц по несколько дней питаться только этими продуктами, и вы сразу заметите результат. А пока продолжается «Великий пост», мы предлагаем вашему вниманию рецепт вкусного и здорового блюда. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Вячеслав Сурадеев. Я представляю заведение «Джен Милл и Ред Рум». Я бренд-шеф-повар. Сегодня, в эти дни, у нас у православных наступил «Великий пост». Для этого мы, как бы, наше заведение придумали очень разнообразную кухню. А сейчас мы начнем готовить. Итак, сегодня мы будем представлять суп из трех овощей. Это горошка зеленого, это сельдерея и это кукуруза. Все будет готовиться на кокосовом молоке. Кокосовое молоко не представляет животных жиров и представляет только растительные белки. И все у нас будет только для здоровья, только для организма. Заранее я приготовил кукурузное пюре. Кукурузное пюре – это консервирован горошек. Вы взбиваете с добавлением кокосового молока или собственного сока, который находится в банке, с добавлением чеснока, соли, чеснока и перца. Итак, это у нас гороховый суп, который представляет зеленый, свежий замороженный горошек, который вы можете купить в любом супермаркете вашего города. И также кокосовое молоко. И остальной компонент мы сейчас делаем с вами. Это пюре из сельдерея. Мы сейчас его поставим варить. Я его нарел предварительно уже. Добавил сюда картофель. Если вы следите за калориями, то картофель, пюре, я вам советую убрать. А сельдерея оставить. Так как он всего содержит 75 калорий в 100 граммах. Итак, мы сейчас... Вот это у нас сувид. Сувиде на гриле температура, вы видите, циферблат в 55 градусов. Овощи готовятся в течение 30 минут при 55 градусах. Что я тут добавил? Тут есть розмарин, тут есть чеснок, тут есть оливковое масло. Итак, пока шеф-повар Кирилл у нас пробивает пюре из сельдерея, мы начнем с вами готовить третий... Ой, второй суп, прошу прощения. Итак, у нас с вами грибочки подготовились. Видите весь состав? Есть собственный сок. Они не потеряли практически цвет. Это самое главное. Итак, мы открываем их. Аккуратнее, пожалуйста, открывайте. Вот этот сок нам нужен. Обязательно. Никуда его никогда не выкидывайте. И теперь мы достаем с вами болгарский перец. То же самое. Выкладываем его на тарелочку. То же самое, разрываем. Также не выкидываем никуда весь сок. Он нам понадобится. Он у нас хрустящий получился. Как мы это определяем? Если кожа не сходит, это прожарка медиум. Если кожа сходит с перца, значит, полная прожарка. Итак, мы пока это уберем, пока нам не нужно, сюда. А мы с вами пока попьем кофе, пока нам Кирилл процеживает пюрешку. У нас с вами два супа. Кукурузный и гороховый. Одновременно, Кириллыч, давай, одновременно. Пошли. Наливай, наливай, наливай. Мы взбили с вами сельдерей и добавляем кокосовое молоко. Для устранения вот этого вкуса сельдерея, чтобы он стал более мягким, более таким ароматным, чтобы, как бы, если кто не любит сельдерей, то, поверьте мне, с кокосовым молоком Великий Потс вам понравится. Выкладываем пюре из сельдерея, выкладываем грибочки в разные пропорции. Как вам будет интересно это. Мне нравится, когда они горкой смотрятся. Дальше берем с вами наш перчик, запеченный в сувиде. И нарезаем его очень тонкой соломкой. Очень тонко соломку нарезать. Для чего это нужно? Для того, чтобы украсить сам процесс. Придать этому блюду красоту, при которой ваши домочадцы будут радоваться вашему приготовлению. Также землю из маслин украшаем с вами. И красками из гороха. Итак, уважаемые дамы и господа, мы с вами закончили наше блюдо. Итак, у нас с вами блюдо готово. Приятного аппетита. Вуаля! Итак, это не только наше блюдо. Вы можете фантазировать с чем угодно, как угодно. Покупайте любые продукты, кроме, конечно, животного происхождения. И готовьте все, экспериментируйте, не бойтесь. Не бойтесь испортить блюда. Это главное дело, фантазируйте. Любите. И главное дело, любите то, что вы делаете для своих родных. Тогда родные будут любить вас. До свидания, до новых встреч, надеюсь. Ваш Вячеслав Сурадеев. Приятного аппетита. Вуаля! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова